приветствую всех на очередном уроке и этот урок будет посвящен вязанию красивого узора спицами вот так он выглядит ажурный я расскажу как его вязать но для начала мы должны ознакомиться со схемой вот схема к этому узору смотрим на схему мы видим что на схеме центральная часть которая остается неизменной в каждом ряду это вот эта полосочка данный значок на этой схеме обозначает что в этом месте при провязывании из трех петель получается одна петелька то есть нам не потерять количество петель при вязании и не получить деформацию полотна нужно ввести дополнительные петли их заменяют накиды здесь мы убавляем 2 петельки значит мы должны прибавить две петельки вот эти кружочки это накиды в каждом ряду видите происходит смещение накидов то есть они располагаются все ближе к нашей центральной вот этой полосочки вот эти квадратики темные это лицевые петли вот этот значок это изнаночная петелька все изнаночные петельки провязываются одна над другой в каждом ряду то есть их расположение тоже не будет меняться узор сам состоит вот из полосы видите каждая полоска отделяется одной изнаночной петелькой теперь смотрим в первом ряду лицевом мы провязываем вот эту вот это место убавления до него мы провязываем 3 лицевые петли и после него мы провязываем 3 лицевые петли по краям этих петелек накиды то есть накид провязывается до лицевых петель и потом убавление и после лицевых петель следующем лицевом ряду мы смещаем накид то есть мы должны провязать уже около от места убавления по две петельки они по три то есть накид смещается но мы же должны не потерять петлю поэтому мы ее провязываем третью петлю до накида и после накида в третьем лицевом ряду накид еще смещается остается одна петелька около места убавления значит мы должны провязать вот около накида 2 петли до и 2 петли после ну и соответственно здесь получается у нас сначала петли идут лицевые на убавление а здесь петли идут на прибавление вот так за счет смещения накидов образуется такие красивые ажурные дорожки количество петель в узоре не меняется за счет того что накиды компенсируют убавленные петли и все выглядит красиво обращаю внимание что на схеме указаны цифры это лицевые ряды если на схеме указаны только лицевые ряды значит в изнаночных рядах рисунок вяжется так как смотрят петли поясняю мы вот здесь используем только лицевые петли соответственно чтобы нам получить наизнанке нужно провязывать изнаночными петлями вот эти эти же самые петельки тогда они на лицо будут ложиться также как лицевые эти петли по изнанке вяжем лицевыми вот и все а теперь а еще забыла сказать раппорт узора 10 петель вот стрелочками указано 10 петель мы набираем 10 10 10 сколько раппорта вам нужно а в конце нужно обязательно добавить еще петельку чтобы закончить и все было симметрично видите мы начинаем с изнаночной петли и закончить мы должны изнаночной петлей то есть раппорт 10 петель и одна петля для симметрии вот эти плюсики это кромочные петли вот и все а теперь покажу как его вязать раппорт данного узора 10 петель и я набрала на 3 раппорта 1 петля для симметрии и 2 кромочные начинаем вязать первый ряд посмотрим мы должны кромочную снять дальше 1 изнаночная маленький хвостик остался накид дальше вяжем 3 лицевые петли из 3 петель провязываем одну одну снимаю 2 провязываем и снятую петельку набрасываем на только что провязываем дальше вяжем 3 лицевые петли накид 1 изнаночная и все повторяю провязываем накид 3 лицевые 3 петли вместе 1 снимаю 2 провязываем обратите внимание как я подвожу крючок провязываем лицевой и набрасываем снятую петлю на только что провязываем 3 лицевые накид и изнаночная петля и снова накид 3 лицевые и 3 петли вместе 1 снимаю 2 петли провязываем лицевой и снятую петельку набрасываем на только что провязываем 3 лицевые накид изнаночная и кромочная в изнаночных рядах они в создании рисунка не участвуют поэтому мы будем провязывать так как выглядит петли на изнанке это лицевая петля первое последние всегда будут следующие изнаночные петли изнаночные петли образуют на обратной стороне лицевые это петелька лицевая дальше снова идут изнаночные еще одна лицевая и изнаночные в конце у нас будет лицевая и кромочная изнаночная вяжем следующий ряд теперь мы будем смещать накиды к нашей центральной вот этой петельки кромочную снимаем первая изнаночная дальше над накидом предыдущего ряда мы провязываем лицевую петлю а за этой петелькой уже провязываем накид и следующие 2 лицевые снова провязываем 3 петли вместе одну петлю снимаю 2 провязываем лицевой и снятую набрасываем за только что провязанными петлями у нас будут 2 лицевые накид и за накидом еще одна лицевая изнаночная повторяем лицо накид 2 лицевых из трех 1 2 лицевые накид 1 лицевая и изнаночная и последний раз лицевая накид 2 лицевые 3 петли провязываем лицевые 2 лицевые накид 1 лицевая изнаночная и кромочная все изнаночные ряды мы будем вязать одинаково дальше мы еще смещаем к центру нашей полоски накиды провязываем изнаночная петля и теперь мы провязываем 2 лицевые петли они одно как в предыдущем ряду накид 1 лицевая петля и 3 петли провязываем вместе после этого лицевая петля накид и после накида 2 петли изнаночная и повторяем 2 лицевые накид 1 лицевая 3 петли вместе 1 лицевая накид и за накидом 2 лицевые изнаночная и последний раз 2 лицевые накид лицевая 3 петли вместе лицевой провязываем 1 лицевая накид и 2 лицевые за накидом изнаночная в конце ряда и кромочная следующий ряд провязываем как обычно изнаночный последний лицевой ряд вертикальном раппорте снимаем кромочную первую провязываем изнаночную а теперь мы провязываем 3 петли лицевой делаем накид и у нас между накидами 3 петельки мы провязываем их делая из трех петель 1 у нас получилось 1 петелька из трех после этого накид и 3 лицевые мы закончили видите у нас накиды подошли вплотную друг другу изнаночная петля и повторяем 3 лицевые накид из трех петель мы провязываем чтобы получилось 1 после этого накид и 3 лицевые 3 лицевые накид из трех петель провязываем 1 чтобы получить накид 3 лицевые и изнаночная и кромочная мы закончили вязание 1 вертикального раппорта смотрим на нашу схему вот смотрите центральная петля идет такая полосочка вот она к ней сходятся накиды сначала здесь 3 лицевые и накиды потом их становятся 2 потом 1 а верху наоборот сначала по одной бывает потом по 2 петельки потом по 3 до накида с обеих сторон сейчас мы будем вязать следующий ряд лицевой он будет точно таким как наш первый ряд провяжу изнаночные переходим к вязанию второго раппорта смотрите снова вяжем как первый лицевой ряд на схеме одну петлю снимаем 1 изнаночная дальше делаем накид 3 лицевые петли 3 петли вместе 1 снимаю 2 провязываем лицевой и снятую петельку набрасываем на только что провязанную после этого 3 лицевые накид и 1 изнаночная как мы связали строго по схеме снова вяжем накид после изнаночной петли у нас накид и перед изнаночной то есть ориентира должна быть изнаночная петля в этом ряду до изнаночной и после изнаночной должны быть накиды вот у нас туда изнаночной накид после изнаночной дальше вяжем 3 лицевые петли и провязываем получая из трех петель одну петельку дальше 3 лицевые и накид изнаночная петля снова накид 3 лицевые и из трех петель провязываем чтобы получилась одна петля 3 лицевые и снова около изнаночной накид дальше мы вяжем как третий ряд на схеме смещая накиды к центру мы вяжем после изнаночной одну петельку накид а после накид 2 петельки соответственно из этого края тоже лицевая накид 2 лицевые 3 петли вместе 2 лицевые накид и лицевая до изнаночной изнаночная петелька снова лицевая накид 2 лицевые 3 петли вместе 2 лицевые накид лицевая и изнаночная следующий ряд мы будем провязывать начиная после изнаночной вязать две петли до накида и 2 петли после накида а через один после того как мы провяжем этот изнаночный и следующий ряд начнем то мы уже будем вязать после изнаночной петельки 3 лицевые и накид и тогда у нас закончится следующий вертикальный раппорт и мы подойдем к вязание 3 раппорта в следующем ряду мы будем уже вязать после изнаночной петли 2 лицевые петли накид и после накида 1 лицевая петля дальше из трех петель мы вяжем одну после этого лицевая накид и 2 лицевые изнаночная снова вяжем 2 лицевые накид 1 лицевая из трех петель 1 1 лицевая после нее накид и 2 лицевые изнаночная так дальше мы почти закончили закончили вертикальный раппорт вяжем последний ряд изнаночная и после изнаночной мы вяжем 3 лицевые петли накид из трех петель вяжем одну накид и после накида 3 лицевые петли у нас закончится второй вертикальный раппорт изнанка 3 лицевые петли накид из трех петель 1 накид и после накида 3 лицевые петли накид из трех петель 1 накид 3 лицевые изнаночная и кромочной вот у нас снова накиды подошли к центральной вот этой нашей полосочки мы свяжем изнаночный ряд и следующий ряд мы будем вязать точно так же как 1 у нас накиды будут располагаться около изнаночной петли с обеих сторон а дальше они будут сдвигаться постепенно к центральной петельки вот так и вяжется этот узор я связала 4 раппорта таким узором вот наша центральная полоса вот ажурные дорожки так что все правильно я надеюсь урок оказался для вас полезным и вы теперь без труда сможете вязать такой узор самостоятельно надеюсь увидеть вас на наших новых уроках до новых встреч и и и и и и и и